Мы понимаем, что, разумеется, в Арцахе страх и опасность очень велики, потому что арцахцы постоянно спрашивают, если Россия уйдет, чем мы заполним этот вакуум. В данном случае, естественно, Западу есть чем заняться. Я считаю, его нынешние заявления начнут рассеивать у определенных людей эти озабоченности. Однако этого недостаточно. Но решение одно. Из-за Арцаха должны прозвучать обращения к международному сообществу с предложением, как можно скорее вести миротворцев с мандатом АТО. И чем больше призывов будет, тем лучше. Я уверен, что какое-то время спустя это будет сделано. Они прозвучат. Но наша просьба в том, чтобы это было сделано быстрее, потому что каждый день процессы развиваются в ущерб нам. Подобное событиям вокруг пороха тактика будет продолжаться. Турецкая сторона продолжит, отгрызая, уменьшать наши территории. Поставлена задача лишить Арцах армянского населения. На столе Пашиняна лежит проблема решения вопроса об армянском вооруженном присутствии, согласно которому армянской армии или армянских вооруженных формирований не должно быть в Арцахе. Поставлено такое условие. Если уж поставили это, ясно, что является их целью – лишить Арцах армянского населения. Однако я убежден, что это давление со стороны Турции продолжится. Мы должны выстоять и сопротивляться. И решение придет из Еревана. Но до этого решения, если народ начнет делать политически правильные заявления, это по возможности замедлит процессы вредительской деятельности Азербайджана в Арцахе. Перед нами стоит такая задача. Мы очень хорошо понимаем, что если сегодня у нас нет хороших решений, мы можем всего лишь сдержать и замедлить процессы, пока в Ереване не сменится политическое руководство. Поскольку мы заговорили о селе Парух, так как мы издалека следим за тем, что происходит, я хотел сказать о следующем. Вы помните, неделю назад обсуждалась новость, что в Шуши состоялась встреча с участием главы СМБ из Еревана и Арайка Рудсиняна. Неизвестно с кем. Так как не было заявлено с кем, мы можем предполагать, с кем могла быть эта встреча. И из новости следовало, что Азербайджан поставил условия, согласно которому они возобновят подачу газа, если высота Карагух будет под его контролем. Если проследить за последовавшими днями, можно заметить, что снабжение газом возобновилось. Иными словами, при поддержке России они пришли и заняли Карагух, после чего возобновили снабжение. Все встает на свои места. Почему именно Карагух? Какое стратегическое значение имеет эта высота? Это такая высота, которая господствует не только над всем Аскеранским районом, но и над территорией до Степанакерта. Все передвижения контролируются оттуда. Мало что осталось. То есть, еще две высоты, и они дойдут до Степанакерта. Осталась малость. И без этого Шуши нависает над Степанакертом. Весь этот регион, участок от Аскерана до Мартакерта, будет контролироваться с этой высоты. Что я сегодня хочу этим сказать? Вдруг какой-то Совет Безопасности делает заявление с запросом о российских войсках. Для всех ясно, что одна часть Совета Безопасности напрямую служит русским. Что они говорят им, то они и делают. Другая часть, несомненно, пытается найти общий язык с азербайджанцами. Или начать заигрывать с ними, как это пытается делать с Турцией Пашинян. И мы увидели, что случилось. В результате этого мы не контролируем Караглух. Снабжение газом возобновлено. Можно ожидать сдачи следующих населенных пунктов. Они снова начнут приближаться. Громкоговорителями будут заявлять, что нужно уйти с данных территорий и так далее. Потому что, согласно им, эти территории принадлежат Азербайджану. Потому что и Путин это подтверждает. Дорогие соотечественники, наш в кавычках «любимый Путин» периодически не раз заявлял, что весь Арцах принадлежит Азербайджану. Иными словами, если глава России публично делает такие утверждения, что вы ждете после этого от миротворческих войск? После этого, в кавычках, миротворческие войска должны стать причастными к лишению Арцаха армянского населения. То есть, чтобы, по их мнению, сдать эту территорию азербайджанцам.